Всем привет! Это программа «Неделя спорта» и я ее ведущая Надежда Мещерякова. По традиции в это время на телеканале «Универ ТВ» я и мои коллеги готовы поделиться с тобой подборкой самых интересных новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотри сегодня в выпуске. Студенческая баскетбольная лига. КФУ против КГМУ. Чемпионат Казани по хоккею. Обзор матча сборной КФУ против хоккейного клуба «Смена». Мини-футбол. Спартакиада вузов Республики Татарстан. Третий тур КФУ против КМИТУ. Обзор матчей Агварса и Рубина. Внутривузовский этап чемпионата АССК РФ. Обзор финальной части чемпионата по волейболу. Начнем нашу программу с баскетбола. В прошлый вторник в Униксе состоялся очередной тур студенческой баскетбольной лиги. На площадке встретились женские и мужские команды КФУ и КГМУ. А о том, как прошлись соревнования и кто в итоге оказался победителем, расскажет Егор Белоусов. 16 марта на баскетбольной площадке встретились женские и мужские команды КФУ и КГМУ. Первыми играли дамы. Молодые врачи в зеленом. Против спортсмена КФУ в фиолетовом. На протяжении всех четвертей команда Казанского федерального доминировала с небольшим отрывом, не позволяя удачным попаданиям КГМУ перерасти в победоносную серию. Схватка была ожесточенной, девушки не стояли без дела, а постоянно двигались по площадке в попытках исправить свое положение. Иногда старались слишком усердно. Временами баскетбольный матч напоминал регби. Никто не бежал с мячом под мышкой, но то и дело члены команд падали, сталкивались с соперницами и катались по полю после неудачных столкновений. Анастасию Савушкину из команды КГМУ зрители явно запомнят. Не только из-за меткости. Ее яростный энтузиазм и стремление к победе привело к четырем фалам за одну игру. Тем не менее, агрессивный натиск то и дело захлебывался под самый конец. Мяч у лидирующего КФУ отняли, до кольца довели, а попасть не смогли. И так снова и снова. Встреча девушек окончилась со счетом 53-48 в пользу КФУ. Сразу после играли парни. Видимо, насмотревшись на выступление прекрасной части университетов, мальчики решили повторить подвиг дам. Именно поэтому на месте и периодические кувырки, и подкаты на поле, регулярные фолы и непрерывное доминирование команды хозяев зала. Эта курьезная деталь стала ключевой для вечера. Обе сборные меды играли на совесть, не ленились и не халтурили, но команды КФУ постоянно были на полсекунды быстрее, ловче их, что главное точнее. Если мяч попадал в руки студентов Казанского федерального, было очевидно, счет изменится в ближайшие секунды. И изменится не на одну очко. Игра в стенах уникса завершилась с разгромным счетом 84-39 в пользу КФУ. Егор Белоусов, Неделя спорта. Плавно переходим к хоккею. 18 марта в спортивном комплексе «Форвард» продолжился чемпионат Казани по хоккею. На этот раз на это встретились казанские юлбарсы, а также хоккейный клуб «Смена». О всех подробностях игры расскажет Яна Гарипова. 18 марта в спортивном комплексе «Форвард» казанские юлбарсы продолжают выступать в чемпионате Казани по хоккею. На этот раз соперником стал хоккейный клуб «Смена». В самом начале матча игру в свои руки взяла команда юлбарсов. Весь первый период федералы провели в зоне соперника, не давая пробраться противоположной команде к своим воротам. Они жестко прессинговали соперников, но с каждым разом смена все смелее и смелее отбивалась от нападок команды казанского федерального. И в скором времени смогли отодвинуть игру от своих ворот, перехватив лидерство себе. Первый период заканчивается в ничью. С точностью наоборот. Теперь уже со стороны смены начинается прессинг. Юлбарсы понемногу начинают терять запал, все чаще и чаще давая соперникам совершать броски по воротам. Однако заброшенных во втором игровом отрезке также не оказалось. Результативные моменты начались именно в третьем периоде. На первой минуте с передачи Максима Шмянова нападающий Роберт Макаров забрасывает шайбы в ворота сборной КФУ. Юлбарсы, не успев опомниться и выйти в зону соперника, буквально через две минуты благодаря передачам Баумана и Бабикова, Самир Зиадинов удваивает преимущество в счете. 2-0. Такая хлесткая пощечина от соперников должна была пробудить в Юлбарсах дух борьбы и желание как минимум сравнять счет. Но хоккеисты смены дали понять, что забрать победу в матче федералы не смогут. На 46-й минуте нападающий Дмитрий Сахаров забивает третью шайбу и делает счет разгромным. Но все же смене не удалось выиграть в сухую. Казанские федеральные на 55-й минуте смогли забросить шайбу в ворота соперника. Кирилл Швецов с передачей Эдуарда Мусина делает счет 3-1. Но радость федералов была недолгой, ведь уже через минуту нападающий сменой Артем Бабикова забивает четвертую шайбу в ворота КФУ. Под занавес встречи КФУ остается в меньшинстве. Адель Садыков отправилась на 2 минуты на скамейку штрафников за толчок соперника на борт. Хоккеисты смены не смогли реализовать большинство, и счет остался 4-1 в пользу хоккейного клуба «Смена». Идем дальше. И на очереди у нас мини-футбол. В спортакеаде вузов Республики Татарстан в данном виде спорта сборной КФУ пока нет равных. Две победы подряд. Третий матч филбарса проводили со сборной КНИТУ. Продолжилась ли победная серия федералов, расскажет Наталья Жирнова. В спортивном комплексе «Бустан» 21 марта КФУ и КХТИ встретились в рамках спортакиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Обе команды были настроены на победу, о чем говорили их мощные атаки и яркие эмоции игроков на протяжении всей игры. Первый этап начался успешно для команды федерального. На протяжении долгого времени игроки КФУ создавали опасные моменты у ворот соперника и постоянно били по воротам. 15-я минута. И первый гол в матче забивает Денис Давыдов. Бодрый старт, но это было только начало. КФУшники не собирались сдавать позиции и упорно защищали свои ворота. Сборная КХТИ контратакует соперника, однако федералы никак не дают КХТИ сравнять счет. После напряженной борьбы команды уходят на перерыв с таким же счетом. 1-0. Уже в начале второго тайма федералы решают снова обозначить свою лидерскую позицию. Денис Давыдов оказывается постоянно возле ворот КНИТУ. Несколько усилий и на 22-й минуте Денис делает дубль. 2-0. КНИТУ явно напряжены. Однако игроки делают все, чтобы попытаться открыть счет своим голам. Химики создают несколько опасных позиций, но воротарь КФУ справляется со своей задачей и отражает опасный момент. Догнать федералов так и не удается. Прямо под финальный свисток Ильдар Халиулин делает счет 3-0. КФУ продолжает играть на Спартакиаде без поражений. Нам нужно было побеждать, потому что это был третий по счету матч. Первые две мы выиграли игры и хотели, конечно, продолжить победную серию. Играли от Атати, как мы и делали в прошлых играх, потому что это было успешно для нас. Но в этом матче также получилось, слава богу, выиграли три. Радуются, что не пропустили, как это было раньше. Поэтому считаю, что прогресс от игры к игре виден. Наталья Жирнова, Егор Белоусов. Неделя спорта. После трех туров Спартакиада вузов Республики Татарстан по мини-футболу взглянем на турнирную таблицу. На первом месте все так же Казанский федеральный университет. 9 очков из 9 возможных. На второе место забрались футболисты из Кнетукаи. У них 6 очков. Тройку лучших замыкает сборная Академии спорта. У них 4 очка, но они отыграли всего 2 игры. Остальные результаты на вашем экране. Следующий матч сборной КФУ проведет 28 марта против сборной Казанского государственного энергетического университета. Обзор данной встречи ты сможешь увидеть ровно через неделю в нашей программе. Так что не пропусти. От университетских новостей пока отдохнем и перейдем к всероссийским. Как обычно, обзор матчей хоккейного Акбарса и футбольного Рубина. Амир Сабиров всю эту неделю наблюдал за данными клубами. И готов рассказать и показать, как они выступают в своих чемпионатах. В Казани стартовали первые два матча зеленого дерби в полуфинальной серии. 17 марта полная Татнефть-арена наблюдала за огненным противостоянием Акбарса и уфимского Салавата Юлаева. Начало встречи шло без большого обилия опасных моментов. Но на 10-й минуте защитник уфинцев Григорий Панин схлопотал 2 минуты за задержку клюшкой. И Акбарс с первой попытки реализовал свой шанс. Альберт Ярулин набросил шайбу от синей линии и по три с кормье подправил ее с пятачка. 1-0. Самым результативным оказался второй период. На 4-й минуте Михаил Глухов здорово сыграл на добивании. После щелчка все того же Ярулина. Защитник набрал второе очко в игре. 2-0. А спустя 26 секунд Казанцев ждал ответа Целовата. Владислав Картаев сыграл на добивании. И Тимур Белялов был бессильным в этом моменте. 2-1. Практически сразу Юлаевцы получили возможность сравнять счет в большинстве. Но на 7-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воронков выбежал в контратаку и смог воспользоваться грубой ошибкой вратаря уфимцев. Юхи Мецелы. 3-1. Акбар забивает, играя вчетвером. Ну а конечную точку в матче поставил Найджел Доус. 9-й номер получил передачу от Дакосты в средней зоне, вошел в чужую зону и мощно бросил в дальнюю девятку. 4-1. После этого у гостей последовала замена вратаря. Данил Тарасов сменил Мецелу. И за целый период казанцам все-таки не удалось пробить нового голкипера. Как итог, 4-1 в матче и 1-0 в серии за Казанью. Второй эпизод серии стартовал уже через день. 19 марта. Первый период остался за гостями из столицы Башкирии. Как по игре, так и по счету. Салават Юлаев зажимал казанцев в их зоне и проводил длительные атаки на ворота Тимура Белялова. На 16-й минуте уфимцы вышли вперед. Дмитрий Юдин ошибся на синей линии. Петр Хохряков вышел 1-1 с вратарем и мощным щелчком открыл счет 1-0. Во втором периоде Акбарс уже перехватил инициативу в свои руки. Мощные позиционные атаки закончились голом. Виктор Тихонов отдал на Найджел Доуса и последний бросил точно в ближнюю девятку ворот Мецелы. 1-1. В третьем периоде болельщики так и не дождались голов. Время овертайма, в котором барсы на третьей минуте добились победы. Станислав Галиев поднял всю Татнефтерену своим броском с отрицательного угла. Ассистентами стали Дмитрий Юдин и Артем Галимов. 2-1 во втором матче и серия переезжает в Уфу. Тем временем Рубин на центральном стадионе проводил 23-й тур против Химок. Казанцы были фаворитами, но гости неожиданно повели в первом тайме в целых два гола. Сначала на 20-й минуте судья после просмотра видеоповтора поставил пенальти за игру рукой Деспитовича. И Резван Мирзов его реализует точным ударом с 11 метров. На 28-й уже Павел Могилевич вошел в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот Дюпина. Рубин успел сократить разрыв счёте в первом тайме. На 42-й Джордж Деспитович замкнул навес после углового. 2-1. Во втором тайме казанцы могли сравняться с Химками, но хозяева свои моменты не реализовали. За это и поплатились. На 75-й минуте Илья Кухарчук мощно выстрелил по воротам Рубина и поставил точку в матче 3-1. Подмосковные Химки прерывают трёхматчевую победную серию Рубина. 21 марта полуфинальная серия зелёного дерби продолжилась в Уфе. В первом периоде игроки Салавата Юлаева не чувствовали себя хозяевами. На 18-й минуте Кирилл Петров вывел казанцев вперёд. Нападающий накрутил защитников, вышел на ворота и бросил 1-0. Второй отрезок стартовал уже с гола Дмитрия Кугаршева на первой минуте. 18-й номер уфинцев получил шайбу в зоне вбрасывания и сходу поразил ворота Тимура Белялова 1-1. Почти 3 минуты спустя Барсы опять вышли вперёд. Харри Песанин на Михаила Глухова и последний бросил точно в ворота 2-1. За третий период не было забито ни одной шайбы. Акбарс довёл игру до победы 2-1. Из отрицательного нужно отметить травму Белялова в самом конце матча после добивания шайбы хоккеистов из Уфы. Сыграет ли он следующий матч, пока неизвестно. Четвёртый эпизод серии, в которой всё может закончиться, стартует сегодня в 17.00 по Москве. А на этом у меня всё. Увидимся в следующем выпуске. Теперь переходим к новостям из самого Казанского федерального университета. В минувшее воскресенье стали известны представители КФУ на чемпионате АССК РФ по дисциплине волейбол. Наш телеканал в прямом эфире показал финальную часть внутривузовского этапа. Но если ты её по каким-либо причинам пропустил, то сейчас Евгений Алмазов подробно расскажет обо всём в своём обзоре. 21 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли финальные встречи мужских и женских команд по волейболу в рамках внутривузовского чемпионата АССК РФ. Матчи не уступали друг другу по своей зрелищности и накалу страстей. Игровой день начался с матчей среди мужских команд. В игре за третье место встретились команды «Туркменистан» и «Химануты». На протяжении всей встречи команды радовали болельщиков безумными комбинациями, и первая партия закончилась со счётом 15-6 в пользу команды «Туркменистан». Во второй партии «Химануты» были близки к тому, чтобы изменить исход встречи. Но «Туркменистан» дожал противника. 15-10. «Туркменистан» одерживает победу над «Химанутами» и зарабатывает в свою копилку бронзовые медали. А в финале игра была поистине равная. За золото боролись между собой сборная набережно-челнинского института и команда «Казанские Юлбарсы» второй состав. Игроки не уступали друг другу по силе, и первая партия выдалась действительно равная. 25-23 в пользу «Челнов». Но во втором сете «Казанские Юлбарсы» явно подустали, и «Челнинцы» выиграли второй сет 25-17. Набережно-челнинский институт вырывает победу «Казанских Юлбарсов» и становится обладателем золотых медалей во внутривузовском чемпионате по волейболу среди мужских команд. Следом на паркет вышли женские сборные. В матче за третье место встречались «КФУшечки» и «МО». Игра в основном проходила под диктовку «КФУшечек», и первая партия завершилась со счетом 25-8. Во втором сете особой интриги тоже не было. «КФУшечки» выигрывают партию со счетом 25-7 и становятся обладательницами бронзовых медалей. На завершение всего игрового дня в матче за первое место столкнулись команды «Елдезлар» и «Набережно-челнинский институт». В первой партии «Челнинский институт» ничего не смог противопоставить такой сконцентрированной и физически подготовленной команде. Первый сет завершился со счетом 25-9. Во второй партии «Набережно-челнинский институт» не смог изменить ход встречи. Практически все подачи соперника останавливались на половине «Челнов». Сами же «Челнинцы» могли набирать очки только на ошибок соперника. Как итог, разгром во второй партии 25-4 и общий счет 2-0. «Елдезлар» завоевывает золото и становится победительницами внутривузовского этапа чемпионата АССК РФ по волейболу среди женских команд. Евгений Алмазов, «Неделя спорта». На этом все. Это была программа «Неделя спорта», а в студии была Надежда Мещерякова. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!